здравствуйте дорогие друзья я ольга лошакова и наша программа планы на жизнь в предыдущих наших выпусках мы очень часто говорили о том что людям которые получают диагноз рак не хватает информации сегодня мы как раз поговорим об этом где эту информацию взять кому обратиться сегодня в студии у нас гости екатерина башта руководитель проекта благотворительного проекта женское здоровье татьяна голованова руководитель направления обучения в женском здоровье и аня анединова она у нас волонтер и равный консультант здравствуйте дорогие гости здравствуйте расскажите пожалуйста что такое благотворительная программа женское здоровье с чего все начиналось я знаю что вы уже 10 лет существуете здесь у нас в россии действительно благотворительная программа женское здоровье работает уже 10 лет начинали мы очень потихоньку с таких но максимально конкретных дел во первых нужно сказать что мы поддерживаем женщин с диагнозом рак молочной железы и так мы начинали это был для женщин с диагнозом рак молочной железы сейчас мы уже говорим о поддержке женщин с так называемыми женскими видами рака то есть не только рак молочной железы на гинекологические раки и 10 лет назад мы подумали о том что не только подумали но провели некое исследование которое подтвердило нашу гипотезу о том что медицинскую помощь женщины с раком молочной железы тогда получают так или иначе можно говорить о каких-то проблемах в медицинской там сфере но она есть помощь это есть а вот то что касается психологической поддержки то что касается информационной поддержки 10 лет назад с этим было очень плохо и женщины оказывались в таком ну прям реально в вакууме они боялись говорить и предпочитали не говорить о том что у них диагноз они должны были проходить не то что должны были но так часто было они проходили путь диагностики лечения в одиночку не было принято говорить об этом с друзьями с коллегами потому что и до сих пор на самом деле рад нашей стране если посмотреть широко это достаточно табуированная тема из которой связано много страхов вот и но сейчас что-то в этом все-таки меняется тогда было но очень тяжело и мы подумали что мы вот войдем эту область мы будем заниматься психологической поддержкой будем заниматься информационной поддержкой и мы начали это делать с очень простых вещей мы начали создавать группы взаимопомощи для женщин с диагнозом рак молочной железы что это значит это значит что тот кто прошел лечение у кого есть опыт и после этого лечения прошло уже там не знаю сколько-то лет этот человек просто через свой жизненный опыт может поддержать тех кому только поставили диагноз потому что он может поддержать эмоционально он может поделиться своим не медицинским но бытовым опытом как готовится к тому или к другому этапу лечения что из себя представляет тот или иной этап лечения какие могут быть побочки как это бывает какие вопросы можно задать врачу то есть на самом деле у людей которые прошли уже это да у них большой опыт которым они могут поделиться а инициатор проекта кто был в тот момент 10 лет назад это было два американских фонда то есть изначально вы были американские фонды это была международная программа который эти два фонда делали в коллаборации друг с другом и россия была третьей страной куда программа женское здоровье пришла и вот мы делали с одной стороны мы делали группу взаимопомощи мы искали активистов регионах мы начали с пяти регионов которые были недалеко от москвы мы нашли там партнерские некоммерческие организации мы нашли там женщин которые живут ну имеют опыт жизни с диагнозом рак молочной железы которые хотели бы помогать другим или уже как-то что-то делают да в больницах поддерживаю тех кто рядом в палате лежит так далее и мы предложили им поучиться поучиться тому как организовать группу взаимопомощи в своем регионе то что группа взаимопомощи 10 лет назад это 10 лет назад уже был бы мы начали с этого то есть группа взаимопомощи я начала говорить эта группа которая которую ведут сами женщины которые когда-то прошли лечение и они поддерживают через свой опыт через свою эмоциональную поддержку и и более того вернее более может быть основная как бы поддержка просто от того что когда человек получил диагноз ему кажется что он что перед ним стена какая-то там выросла до что это вообще конец да что неизвестно что будет дальше многих для многих это кажется что это приговоры и так далее и когда ты приходишь на группу и видишь женщину которая 15 лет назад прошла этот путь 20 лет назад прошла и это красивая женщина которая живет полной жизнью который работает у которой дети внуки да один этот факт просто может поддержать и показать человеку что это можно пройти но дает надежда и дает шанс что ты можешь пройти этот путь лечения и будешь жить она должна была я смогу и я точно также человека который 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 ведет эту группу да на основном если чья смогла да посмотри на меня и посмотри на нас и ты сможешь да а дальше мы тебя поддержим мы тебя поддержим то есть ситуации когда был вакуум когда не с кем было поделиться когда нельзя было про это говорить ни с кем и что тут скрывать мы на самом деле у нас нет культуры поддержки мы не знаем как поддерживать даже если мы очень хотим мы не всегда можем найти правильные слова а есть такой тип реакции на что я я я я не знаю как тебя поддержать поэтому я вообще удалюсь не знаю что тебе сказать говорят держись вот мы недавно обсуждали как бы я в стороне сами сами хорошо тут как бы есть поддерживающее окружение людей которые точно тебя понимают которые знают что ты сейчас испытываешь потому что не сами это когда-то испытывали и это безопасно поддерживающее окружение вот такой группа взаимопомощи мы с этого начали 10 лет назад потом мы развивались 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 в сторону во первых расширение количества регионов которых мы новые проекты создавали сторону расширения новых проектов сейчас мы скорее видим свою задачу в том чтобы поддержать и развивать по мере нашей возможности поддерживающее сообщество для женщин женскими видами онкологических заболеваний да чтобы это сообщество было сильным чтобы оно было заметно чтобы она была во всей стране что из себя должны представлять эти сообщества кто члены сообщества членами сообщества могут быть как женщина которая имеет опыт жизни с онкологическими заболеваниями так и их родственники так и медицинские специалисты так и вообще любые любой человек который так или иначе чувствовать свою сопричастность и хотел бы вот быть частью этого поддерживающего сообщества сообщества ну как бы как мы это видим это место где во первых концентрируется актуальная проверенная информация которую на самом деле до сих пор очень не хватает женщинам которые только сталкиваются с диагнозом вот проверим информация эмоциональная поддержка продержь поддержка через свой опыт поддержка через экспертов которых мы тоже объединяем мы смотрим на себя как на программу которая объединяет лучших экспертов в области диагностики лечения реабилитации рака молочной железы мы даем им площадку мы даем им площадку на своем сайте в своих соцсетях и если у нас есть возможность в сми вывести до хороших специалистов под хорошими мы понимаем на тех которые придерживаются доказательной медицины и которые умеют говорить на понятном для онкопациентов языки да потому что не каждый специалист может и вот значит они поддерживающие сообщества сейчас еще скажу это это площадка где человек который хочет помогать а таких людей среди около онкопациентов много на самом деле сейчас мы видим чек который может помогать он бы смог реализовать какую-то свою инициативу да вот так и найти единомышленников которые бы могли его эту инициативу поддержать вот появился человек в любом регионе где пока еще не представлено женское здоровье появился человек который захотел вести такую деятельность чего ему надо начинать вот значит теперь мы подходим наверное к основному что делать программа женское здоровье мы обучаем мы обучаем обратиться к вам да мы обучаем людей тому как надо помогать и поэтому что должен делать такой человек он должен сойти на сайт женское здоровье . рф или женское здоровье . ру или наши соцсети победи рак они называются мы в инстаграме мы регулярно публикуем анонсы о наших тренингах татьяна сейчас расскажет подробнее какие тренинги мы делаем и приехать к нам на тренинг потому что нас есть разные виды обучения и пройти это обучение у нас потому что мы уверенным просто уверенно чтобы мало быть просто мотивированным на помощь нужно учиться это делать потому что онкология сфера очень сложная и здесь очень легко если ты не умеешь навредить до при всем своем горячем желании помочь здесь очень легко навредить и здесь очень легко выгорит самому и навредить себе можно навредить другому можно навредить себе поэтому надо учиться помогать мы как бы думаем так поэтому мы разработали систему обучения и приглашаем всех кто так или иначе из любого региона к нам приезжают люди со всей страны для того чтобы учиться они потом уезжают в свои регионы они организуют группы взаимопомощи они иногда регистрируют свои некоммерческие организации профильные что тоже на самом деле для нас очень важно что мы хотим чтобы вот по всей стране пошла эта волна инициатив снизу и чтобы эти инициативы укреплялись через некоммерческие организации которые могут гранты потом получать ну и через просто какую-то вот активность самих женщин потому что мы понимаем что вот мы можем помочь друг другу гораздо больше иногда чем государство чем на человеческом уровне даже человека просто надо настроить на лечение не все готовы взять и пройти вот эти вот тяжелые испытания на самом деле тяжелые испытания но на них надо настроить человек подготовить чтобы эти тяжелые испытания не были такими трудными и в процессе поддержать лечение потому что приверженность лечению подай ну как бы испытывается в течение там лечение длительное может быть разные сложности и есть варианты когда люди просто пройдя часть останавливаются потому что не могут дальше идти я знаю таких вариантов когда женщина узнает что у нее будут полностью отнимут грудь она отказывается от лечения и и все и как раз вот таким женщинам нужны нужен пример нужен пример да да то что жизнь может быть полноценной или нужна информация потому что у меня был личный как бы такой пример когда разговаривала вот с такой женщиной она была не из москвы здесь у нее были родственники которые до готовы были ее поддержать очень серьезно с лечением и именно узнав о том что это будет радикальная операция она сказал я не хочу но когда она узнала что есть возможность реконструкции ведь на самом деле об этом правда очевидно многие не знают или многие думают что это стоит баснословных денег а на самом деле это делать что можно получить по МС что есть возможность реконструкции что если даже ты не хочешь реконструкции есть современные хорошие экзопротезы да есть какие-то средства которые тебе помогут выглядеть там чувствовать себя женщиной и и вот на моих глазах просто получив эту информацию он сказал о да ну тогда я да и как бы казалось бы простая очевидная вещь людям которые крутятся в онкологическом сообществе кажется что это ну очевидно 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 а человеку который только получил диагноз только узнал ему настолько много чего не очевидно что вот такая обмен такой информации ей между людьми которые прошли да и даже с психологической точки зрения люди стараются ну которые не больны они стараются не думать и не задумываться они сталкиваются как снег на голову и куда идти с этой проблемой ну не знают а у врачей свои задачи у них вылечить а там еще столько всяких побочных проблем которые надо будет решать ну хорошо правильно ли я поняла что женское здоровье это программы обучения бесплатные программы просто надо к вам прийти на сайт и сказать я хочу участвовать в этом потому что даже вот для каждого человека который столкнулся с этой трудностью у многих возникает желание потом помочь окружающим и это их даже не просто желание а может быть вне для некоторых это может быть и потребностью то есть они могут прийти к вам отучиться и начать вести эту деятельность своем регионе в москве можно это делать любом из любого региона хорошо вот равное консультирование что это что это из себя представляет как это выглядит вот вот прям вот на деле как это выглядит вообще все программы на обучение наше женское здоровье принципиально построены на таком международном подходе не нами придуманным называется он равное равный равному но в оригинале но в нашем случае поскольку у нас совершенно конкретно целевая группа то это равное равный то есть мы работаем для женщин и и заключается он в том что вот о чем как говорила да с людям со схожим опытом легче говорить и когда ты коммуникация с врачом это одно да она качает касается лечения но как хочется узнать какие-то подробности про жизнь с этим и когда ты говоришь человеку который схожи опыт то ты ему больше доверяешь в это автоматически сразу происходит да большая степень доверия ты к нему прислушиваешься поэтому потому что с тобой делится опытом и из такого общения как бы на информации просто больше усваивается да если тебе дадут просто какую-то инструкцию там делай это потом после этого сделали следующий шаг потом вот это конечно очень важно но сколько ты из нее усвоишь особенно в стрессовой ситуации поэтому все наши программы обучения строится ну и все подходы в работе с женщинами они происходят по принципу равная равной все женщины которые работают консультантами равными консультантами они сами прошли этот путь слова равные означает что да и такой же болезнью справился и очень важно что они специально подготовлено к работе консультантами женским здоровьем да то есть вот так раз здесь включается программа женского здоровья просто пойти куда-то у нас даже или знаете в процессе обучения мы говорим как как бы начинаем обучение просто для с девушками которые приехали там на семинар первой ступени с того чем я буду отличаться ну вот чтобы индифицировать себя как равного консультанта чем я буду отличаться от соседки по очереди вот сидишь ты там на обследование в очереди там и кто-нибудь что-нибудь тебе посоветует насколько достоверна эта информация интересно насколько она нужна тебе сейчас эта информация потому что очень часто там ты погружен в свои мысли ты ждешь какого-то исследования тебе с одной стороны какие-то советы дают с другой стороны насколько она тебе нужна насколько ты ее слышишь ну и вообще насколько какой какой уровень достоверности этой информации равный консультант отличается именно тем что да он вместе с тобой может сидеть в очереди но он специально он он не будет давать тебе информацию которая тебе сейчас не нужна да в зависимости от этапа личного на котором ты находишься то есть консультант интересуется сначала он спрашивает в какой в какой ситуации находится человек безусловно да на котором на каком этапе да это может быть этап там не знаю перед постановкой диагноза когда человек проходит обследование когда ему только что поставили диагноз когда он уже какую-то часть лечения прошел какая это часть лечения сколько ему еще предстоит и в зависимости от этого да разбирает с ним что что сейчас беспокоит до женщину что для нее актуально безусловно на этапе когда тебе только поставили диагноз вникать в подробности мельчайшие того как происходит химиотерапия как происходит там какие-то реабилитации бывают сейчас человеку не до этого ну да человек надо ему направить это фактически это такой такая путеводная звездочка для того кто столкнулся с диагнозом впервые нет нет понимания в котором в таком психологическом смысле можно опереться на чей опыт можно опереться и человек на поддержку которого ты точно можешь рассчитывать потому что один из основных принципов которым которому мы учим наших равноконсультантов не осуждение у человека на разных этапах могут быть разные взгляды не меняются в течение там лечения несколько раз да и он может очень жестко быть настроенным там против какого какого-то подхода к лечению потом изменить это там получить больше информации и поменять свою точку зрения и так далее то есть это принятие это принятие и поддержка да вот сейчас с тобой вот это происходит согласен трудно тяжело давай посмотрим немножечко да да и на самом деле самое самое сложное что когда как бы вот в процессе лечения это же такое это про устойчивость да когда у тебя есть почва из под ног выпила диагнозом да и ты не очень уверен в завтрашнем дне ты боишься планировать свою жизнь и консультант проходит со своим клиентом вот ну как бы он планирует с ним ближайшую жизнь вот вот надежду на то что вообще жизнь на этом диагнозе еще не закончилась и надежду он дает уже самим своим присутствием да но вот это вот практическая помощь она в том числе и в каких-то практических аспектах жизни с диагнозом бытовых да это те вещи на которые про которые рассказывать у врачей простите язык устава и времени нету и вообще большой вопрос должны ли это делать врачи потому что ну это вот как очень известное выражение как микроскопом гвозди забивали да квалификация у доктора такая что он должен спасать жизни он совершенно такой инструмент совершенно да а потом количество заболевших уже такое что в принципе да врачам явно не справиться либо и вот эту функцию сопровождение быть рядом поддержки передавать информацию о практических аспектах жизни с диагнозом и и вполне могут на себя взять равные консультанты главное что людей желающих помогать как вы сами говорите их достаточно много и это очень реальная помощь хорошо вот они значит люди которые захотели поучаствовать в вашем проекте они пишут заявку на сайт дальше вы собираете группы сколько человек группе ну у нас были семинары вот первые начинали мы там первый семинар были по 35 человек но мы это был ну в среднем группы это около 30 человек правильно понимаю на самом деле мы конечно ориентировались лучше на 20 но спрос большой поэтому тут еще надо сказать может быть такую важную вещь то не недостаточно просто прислать заявку потому что мы делаем еще отбор на тех людей которые хотят учиться например равному консультированию какому принципу этот мы работаем с психологами и оцениваем в принципе два параметра наверное так мы можно сказать да уровень тревожности человека потому что очень и мы не можем это сами оценить неприличном общении мы не являемся психологами вот но бывает так что человек с очень высоким уровнем тревожности на самом деле очень часто бывает мотивирован помогать другим потому что он таким образом справляется со своей собственной тревожностью но это не всегда бывает полезно тому с кем он работает что люди это чувствуют поэтому есть анкета который позволяет оценить уровень тревожности и вторая анкета который позволяет оценить как раз мотивацию потому что нужно чтобы человек рассчитал свое время чтобы он чтобы у него реально было время который он готов выделить для волонтерской работы равный консультант сейчас в том проекте который мы делаем это волонтер и от него требуется определенная отдача да он должен определенное количество часов в неделю или там в 2 не зависит от того сколько равных консультант в регионе быть готовым отдать до тратить поэтому есть такая анкета которая позволяет понять все чек понимает на какой он тренинг едет чему он едет учиться у него есть время у него почему ему это нужно он может для себя сформулировать почему ему это нужно и что он от этого хочет вот такие два параметра психологи оценивают дают нам рекомендацию и мы уже набираем группу на обучение то есть а по времени сколько обучение занимает ну пределах полугода полугода есть какие-то экзамены после обучения тестирования может быть как вы понимаете что человек готов консультировать на самом деле система в принципе обучение как бы схематично построен таким образом что есть на входе семена отбор семинар первой ступени потом некий период онлайн обучения то что мы называем домашним заданием когда то есть это дистанционно в дистанционно происходит а семинар этот человек должен приехать это слушать сколько по времени семинар идет два дня два дня 16 а дальше идет обучение дистанционно реально на семинар человек приезжает два раза на семинар первой ступени и на семинар второй ступени что такое вторая и первая ступени между между ними вот этот самый блок дистанционного обучения на семинар первой ступени приезжают люди которых уж и подтвердили их участие и в основном в первую очередь это касается всех наших тренингов в первую очередь мы говорим с добровольцами как раз о сохранении себя в своей добровольной работе это профилактика выгорания это вообще про то как нужно как важно и нужно соблюдать собственные границы эмоциональные как не погрузиться в это с головой и не выгореть моментально там за какие за несколько месяцев и мы практически этому учим и мы начинаем с этого потому что как на самом деле нет ничего в этом странного для людей которые очень мотивированы помогать совсем не очевидно что в первую очередь они должны думать о сохранности себя в этом процессе расскажи про катю а можно мне к вам тоже прийти ведь я как-то конечно же рамках наших выпусков давайте подавайте занявку мне это тоже необходимо в принципе ну я пока вот себя нормально чувствую яркий пример для меня он на другом тренинге был по группам как раз ярким примером для меня у нас была девушка из нижнего новгорода приехала она такая блогер она начала вести свой блог как раз в связи с диагнозом у нее рмж она в процессе лечения тогда даже находилась что за девушка где можно посмотреть это катя мне почему-то брелева брелева очень активная она еще участвовала в передаче на первом канале которая была про как это называется где в библиоте договор модный приговор и у нее есть инстаграм да она ведет инстаграм вот и как приехал уже такой но такая уверенно в общем публичная да не скрываю вообще своего диагноза она приехала и мы вот в первый день буквально вот мы познакомились сели группа и нашли говорить про собственно соблюдение границ про профилактику выгорания и простой ее потрясла совершенно простая вещь о том что не надо пытаться спасти весь мир для нее это было таким открытием что ты можешь в этих попытках просто ну раствориться распасться на молекулы потому что невозможно помочь всем сразу одновременно но при этом если ставить реальные цели да то их можно достигать и получать от этого удовлетворения перефразировать тогда надо тот цель должна быть достижимая цель давно но это есть только подход там много подходов вообще профилактики выгорания я поясню дело в том что один из принципов равного консультанта он работает по запросу и и этим он отличается например от женщины из очереди которые будет тебе транслировать что-нибудь неважно потому что потому что для нее это сейчас актуально да равный консультант работает по запросу а очень часто бывает так что я там вижу человек лечится и по моему он лечится неправильно а я-то знаю как правильно и я вот ему сейчас буду пытаться его спасти и сказать что вот посмотри ты же не прав вот я тебе сейчас объясню как надо а человек не спрашивал совета и вот это вот очень ну как бы сложная такая история в которой нужно понимать про свои границы и про чужие границы и вот она двояка в принципе существуют чат и вы тоже знаете не все чаты вот я готова поддержать потому что есть такие момент которые но с которым я вот категорически не согласна такие вещи должны происходить без всякого мракобесия есть та информация которую давать нельзя потому что разная интерпретация будет этой информации и здесь должен быть человек конечно подготовлен потому что мы не понимаем как вас примет и вот почему вы здесь потому что у вас самая правильная самая грамотная позиции подход к тому как можно поделиться своим опытом я уже сказала что мы стоим на как вы на платформе доказательной медицины у нас есть тоже много онлайн-чатов кстати можно присоединиться к ним разных и для того чтобы не было вот тех вещей которых вы говорите существует правило чат они принимаются в частности там просто прописано какие вещи с чем сюда нельзя приходить и есть модератор который следит за тем чтобы это не как зачастую несколько модератор потому что круглосуточно невозможно находиться но чат доброе место мой чат он именно по такому принципу и существует да вот видите вы интуитивно пришли к тем вещам о которых мы просто мой мой пойнт был в том что если человек для себя решил например что он идет в альтернативную медицину это его решение вы не можете вы можете ему рассказать дать информацию да равный консультант может дать информацию и сказать и попытаться как бы настроить на лояльность традиционному лечению через опять-таки свой опыт через достоверную информацию и через примеры какие-то статистические вещи через примеры но если человек решил делать по-своему это его право а часто равный консультант и не рамок это просто вот человек до пытаясь как бы ну спасти тратится на это разрушает сам есть вещи которые заходят находится за рамками компетенции равно консультанты или любого человека который хочет помочь но попытки делать нужно я хочу сказать что у любого можно добавлю да у любого общения есть как бы свои правила свои какие-то ограничения на и все-таки общение в онлайн чате и поддержка в онлайн чате от равного консультирования отличается это недостаточно конечно в чате мы можем сформулировать правила просто ограничить правилами там информацию там о нетрадиционных способов лечения например или там какое-то некорректное отношение там в какой в связи с чем-то да равный консультант все-таки это такая очень чат ну как бы индивидуальная интервенция да и здесь важно сохранить отношения здесь еще ему да если в чате это обмен информации которая разрешена да и по запросу она выдается то консультант это еще эмоции и ты на вере ты да ты общаешься человеком живую и ты важно для консультанта вот это формирование пространство безопасного для клиента даже вот человек не должен чувствовать себя как на приеме у врача там вот сидеть судорожно вспоминать что он хотел спросить да это должно быть безопасное пространство для человеку свободно где может он может помолчать взять паузу где он может поплакать где он может и не осудит и главное для консультанта это сохранить отношения да если человек данный момент очень жестко говорить про то что я не хочу лечиться там традиционными методами и по каким-то там причинам важно сохранить этот контакт потому что если он уйдет из поля видимости равного консультанта он потеряется он останется наедине вот с этими своим со своим взглядом вот этим если у него останется возможность общения с человеком который поддерживает его даже не разделяя его взгляды то вполне возможно у консультанта будет еще не одна возможность поговорить и донести информацию о том как правильно построить вообще процесс своего лечения где консультирование происходит равных консультантов наверное аня нам расскажет где вы консультант аня анна консультант равный консультант то есть вы столкнулись такой проблемой рак 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 груди 2 молочных желез у меня синхронный рак одновременно и поэтому у меня двухсторонняя мастектомия то есть вы прошли мастектомию да у меня операция химиотерапия была потом и сейчас у меня гормонотерапия заканчивается уже вот это мое лечение то есть прошло пять лет прошло пять лет до шестой год уже пошел в ремиссии как вы пришли к тому что стали равным как я вообще оказался в этой компании да вы знаете совершенно случайно абсолютно я попала на тренинг как мне это просто мне предложила врач вот не хочешь ли поехать психологический тренинг нет не объясни в толком что мне это и не нужно было ну а почему бы и нет я уволилась с работы я не работала уже на тот момент то есть я ехала я не знала куда я еду зачем я еду почему я еду на тот момент еще не было вот как раз равно консультирование и отбора не было мы начинали когда мы были рады всем кто приезжает к нам на тренинг поэтому и она приедет я приехала я хоть поняла что это такое и как-то вот я там и затормозилась в этой в этой программе и как раз в тот момент начались у нас вот эти наборы первой необходимости в институте герцена туда входят да это послеоперационное белье такое специальное это вкладыш ну как протез послеоперационный легенький если было удаление молочной железы там брошюры наши информационные по нескольким там химиотерапии то есть как подготовиться к химиотерапии как во время химиотерапии уже такая вот информация да да и про лучевую терапию там шесть таких брошюр вот это вот в набор такие методички да да себя вести это а вот эта идея откуда родилась вот эти вот наборы это только в герцена это один проект это отдельный проект он был еще у нас до равного консультирования и он возник от того что мы очень хотели чтобы женщины узнавали про нас дал в городах были группы взаимопомощи мы обучили людей и появились какие-то вот группы поддержки но как сделать так чтобы женщины которые проходят лечение узнавали что есть такая возможность в городе что можно прийти что есть группа что можно получить поддержку можно приходить в больницу волонтеры наши приходили в больницу и рассказывали но приятнее конечно когда ты приходишь чем-то в руках тебя есть что-то что еще ты можешь там не знаю подарить человеку особая такая отметка памяти да да человек ушел не спустынно да и мы придумали вот эту программу наборы первой помощи она называлась и она еще и сейчас идет в эти наборы входило вот и входит то что они говорят белье протез после операционные и информационные материалы сколько уже этот проект существует уже лет пять наверное он существует и это в герцена пока не это в разных регионах да то есть мы порядка десяти тысяч наборов за эти годы раздали это не какие-то отдельные акции откуда денежка мы живем на благотворительные пожертвования как и большинство ну как и все благотворительные организации это не грантовая это есть доноры которые поддерживают именно этот проект и в тех регионах где мы работаем но когда-то мы работали в пяти всего регионах и там наши волонтеры каждую неделю приходят онкологический диспансер в москве это только герцинка в начале было сейчас это еще больницами бахрушина в двух больницах делаем это а в других регионах как правило есть областной онкологический диспансер одна больница как правило волонтеры приходят каждую неделю делают этот подарок но не просто а там измеряют на самом деле чтобы это по размеру подошло ведь это же после операционное белье протез у каждого значит приходит ходит по палатам измеряют подбирают по размеру эти это белье протез информационные брошюры и заодно рассказывают о том что вот мы есть вы можете к нам обратиться если вы хотите это именно группа поддержки и аня как бы вот самого начала работы этого проекта в москве координирует группу волонтеров которые ходили в начале в герцинку а потом еще не просто равный консультант еще и координатор аня а где вы консультируете в герцена правильно ну в герцена в больнице бахрушина и еще сейчас и московский клинический научный центр имени логинова вот там у нас уже именно идет как равное консультирование там у нас нет вот этих наборов мы не раздаем а там мы приходим именно как равные консультанты вы приходите куда у вас отведенное помещение или вы это ходите по палатам или в очереди вместе со всеми нет вот в центре логинова там у нас помещение только где хранится допустим вот брошюра который мы тоже там раздаем то есть мы мы да и мы приглашаем женщин по палатам проходим очень коротко говорим о себе вообще в помещение которое нам выделено да мы приглашаем туда женщин на беседу и там уже происходит это основное общение логинова правильно это в герцена как это выглядит в герцена у нас там есть помещение во первых где это все хранится тоже бельем да вот мы проходим по палатам вот катя правильно сказал то что надо всех померить это размер определенный раздаем эти наборы и потом тоже происходит такое общение групповое но групповое в палате уже нет нет это тоже в отделении в отделении да в поле да общаетесь да там вот общаемся женщины приглашаем герцена логинова и бахрушина больница бахрушина бахрушина и там по такому же принципу да там тоже у нас помещение складской как часто это делаете в месяц например сколько раз раз в неделю раз в неделю институт герцена раз в неделю бахрушинская больница и тоже раз в неделю центр логинова как это выглядит вы раздали значит пакетики к вам пришли собрали женщин это групповые это не у нас у нас да формат группового общения группового общения пришла группа и что и вы вам предоставляется слово да вы начинаете рассказывать о чем вы говорите мы говорим о себе для начала то есть мы представляемся кто мы есть почему мы здесь что такой же есть опыт заболевания лечения и даже уже когда они просто видят нас что мы вот там пять лет у кого-то прошло у кого-то больше меньше то есть один наш вид это уже вдохновляет скажем так конечно да оказывается да все можно пройти и и жить замечательно и еще оставаться цветущей женщины и выбирать время на то чтобы помогать другим да конечно конечно просто ситуация начинается с такой вот сам презентации рассказываем конечно о программе женское здоровье и обязательно про группы взаимопомощи вот и про наши активности что у нас есть про чаты которые про чаты да про активности которые ну в данном случае этого про москву мы естественно рассказываем активности до активности есть такие артерапия это занятие раз в неделю 4 месяца очень хорошая программа она направлена так сказать на улучшение качества жизни на принятие себя эта программа бесплатно тоже да все активности бесплатно человек может прийти к вам и начать записаться на группу это набирается закрытая группа на 4 месяца там работает психотерапевт который имеет специализацию в онкопсихологии и имеет специализацию в артерапии потому что артерапия это все таки разновидность психотерапевтической поддержки вот и соответственно там есть определенная программа по которой они занимаются что женщины которые вот столкнулись с болезнью рак груди рак молочной железы они очень любят артерапию и наверное с большим интересом у нас и обращались ожидания ровно на эту программу потому что на самом деле психотерапевтическая поддержка нужна очень многим если сказать всем всем нужно просто не все осознают я тоже прошла эту артерапию я прошла право в процессе реабилитации и считаю что для меня она много значило поэтому здесь у нас прям огромный лист ожидания мы будем расширять а вот спектр наших именно психотерапевтических профессиональных программ кроме этого у нас есть группы взаимопомощи в москве они работают в рамках нашей программы и есть разнообразные группы которые позволяют физически поддержать форму женщинам то есть нас есть танцы например бесплатные это двухмесячный курс латины раз в месяц фу раз в неделю прощение женщины собираются и танцуют у нас есть лфк и бассейн такая у вас есть получается какое-то здание которые в разных местах а это в разных местах до танцы это в идеале наверное все собрать мы мечтаем о таком комьюнити-центр общинном центре для женщин с женскими домиранка где было бы все где было бы вот у нас есть например танцы уфк бассейн йога для женщин цигун скандинавской скандинавской ходьба причем скандинавская ходьба ее организовала точно так вот одна из волонтеров просто женщина которая сказал я хочу я занимаюсь все получается это можно получить у вас на сайте эту информацию надо просто прийти на соцсети рак победим да как победить рак да то есть вот еще для наших зрителей победить рак есть в соцсетях это какие facebook наверное на инстаграм одноклассники нет в регионах есть одноклассники но есть одноклассники есть вконтакте но просто самый как мы видим сейчас самым большим количеством подписчиков у нас это facebook и instagram я поняла но в принципе в других соцсетях тоже есть нас можно найти вернемся к они значит получается что вы не раз в неделю проводите рассказывать об активностях то есть полностью снабжайте так сказать информации своим душевным теплом тех людей да и своим опытом которые попали к вам то есть вы рассказали а дальше что происходит а дальше либо как удобнее женщина построить беседу или я могу рассказывать те вопросы которые обычно задаются или они что-то спрашивают это вопросы касаются и оформления инвалидности и химиотерапии и реабилитационных мероприятий и какие ограничения могут быть с рукой и кстати всегда рассказываю про мою историю женщина со штангой всегда рассказываю но с оговоркой что это не руководство к действию естественно ну вот но просто да что вот пример что есть люди которые в общем-то преодолевают такие вещи но не руководство к действию по-любому всегда какие-то медицинские вещи это мы не врачи и даже если были бы врачами мы не имеем права давать какие-то рекомендации я надеюсь на то что методику то мы все равно когда-нибудь разработаем и это будет спасением для многих потому что лимфостаз может появиться в любой момент и через пять и через десять лет после операции и это такая вещь в общем я опытный образец пока есть но не значит что можно применять про химиотерапии очень часто задают вопросы и вообще про образ жизни после что что и как вот вопрос всегда очень много бывает конечно как вы себя чувствуете после вот таких консультаций понятно что обучение прошли да то есть вы научились в опыт есть да как я себя чувствую хорошо я себя чувствую с чувством удовлетворения долга и удовлетворение да потому что это сам реализация не просто там я хочу помочь да и это для себя тоже это для себя тоже конечно здорово а есть трогательные истории вот на групповом такие запоминающиеся моменты из консультирования можете что-то рассказать ну что-то да бывает то что вот я уже говорила и катя статья на говорили что вот уже когда ты приходишь своим видом ты говоришь это уже уже какая-то для них помощи хороший пример а ну был например такой случай мы еще только вообще начали беседовать и говорили что вот я прошла химиотерапию и женщина одна прям слезы слезы вторая за ней подтянулась то есть нас слегка затопило хоровой плачка причем это в самом начале было вот но потом уже потихонечку в пример в процессе своим примером что да я прошла химиотерапию потом мы же на эти консультации вдвоем приходим и со мной была тоже равный консультант аня у той там было даже больше курсов химиотерапии и более там посложнее проходила то есть вот на наших примерах и как из всего этого выходить уже так потихонечку все все угомонилось хорошо и потом мы раздаем в конце беседы такие анкеточки анонимные что помогло ли вам какое ваше отношение какие-то какие ваши предложения обратная связь и всегда тоже просим даже если что-то вам не понравилось обязательно напишите но пока таких не было отрицательных моментов вот и вот в этих анкеточках вот эта женщина которая первая начала плакать и всех остальных завела вот она написала что слезы горя стали слезами радости то есть вот и обратная связь и живой то сказать то есть фактически это были вот другими словами сказать слезы неизвестности люди плачут от страха они не знают что с ними будет и у них представление другое что все осталось полтора понедельника и вы тут такая нет будем жить целых два понедельника 2000 сколько там 3000 не знаю это все понятно потому что вот этот информационный вакуум я по себе помню да я вышла из больницы я даже зная там про инвалидность что можно там бесплатно получить тот же протез вот все равно я вышла как вот в открытый океан а что куда чего вот а здесь уже они получают какую-то информацию хотя бы начать даже со что и на какая-то навигация какая-то уже навига то есть вы-то вы-то реально столкнулись проблемы у вас не было возможности вы наверное трясли своих врачей то есть вот только там можно получить был на тот момент ну да не я начала сразу по знакомым кто приусловить да вот то же самое то же самое самое главное не закрываться в себе а открывать и говорить о своей проблеме тогда помощь придет а если ты в сваришься в собственном соку откуда узнают люди какая тебе я начала звонить знакомому с такими же проблемами хоть что-то начать у меня кажется у нас еще одна программа назревает с вами конкретно о том как вы прошли этот путь нашим зрителям тоже будет очень интересно так ну давайте наверное поговорим ну вот все замечательно хорошо есть люди которые готовы прийти и участвовать в волонтерстве и у них есть потребность есть люди которые готовы помогать финансово хотелось бы чтобы больше таких было людей есть организация выстроена структура а с какими трудностями приходится сталкиваться программе женское здоровье наверняка же они есть да конечно есть как у любой организации который что-то делает или у человека когда что-то нет трудностей у того кто ничего не делает да во первых наверное нам бы хотелось чтобы больше людей узнавала о нас на потому что мы делаем правда интересные крутые вещи нам кажется и нам бы хотелось чтобы больше людей знали не только про обучение мы про это сейчас много говорили но мы вот на те активности про которые они сказала да там всевозможные группы реабилитационные мы на них смотрим как на возможность войти в сообщество это не какая-то там прям именно задача реабилитировать людей через станции или через бассейн да эта задача социализировать вывести человека из дома чтобы он пришел в какое-то общество тех кто его понимает и тех кто его может разделить и принять его чувства позанимался чем-то реально полезным да потому что бассейн действительно полезен всем женщинам и врачи действительно рекомендуют после операции или танец или это дает энергию это дает какую-то реабилитацию и это дает социализацию мы хотим чтобы женщины друг про друга узнавали то есть как можно больше как можно больше да что касается нашего ну как бы вот наших основных проектов например равное консультирование этот проект да на самом деле любые наши проекты невозможно сделать без поддержки медицинского сообщества конечно мы очень поддержку ценим и мы очень не пытаемся мы пытаемся выстроить доверительные отношения с врачами потому что они разрешали войти в лечебное учреждение когда мы начинали 10 лет назад ситуация была совсем другая на нас смотрели с недоверием что это за какая-то секта что они придут что они будут рассказывать врачи боятся что придут непрофессиональные какие-то люди и навредят пациентам и нам приходилось долго очень доказывать что мы на самом деле в помощь врачам потому что мы разгружаем потому что мы другую психологическую атмосферу в отделении создаем на сейчас мы встречаем гораздо больше понимания уже на входе да то есть нас реально поддерживают и врачи и администрация как бы онкологических учреждений но тем не менее эта задача которых на которой нам приходится каждый раз решать равное консультирование может появиться только в том регионе где онкодиспансер поддерживает где главный врач поддерживает где врачи отделения понимают ценности этого равного консультирования и не препятствует наоборот помогает может быть уже опытом надо делиться там где есть равное консультирование и делиться опытом с другими онкологическими центрами вообще как-то перескочили этот момент да мы как бы стартовый проект по равному консультированию мы делали на президентский грант это был наш первый президентский грант который мы получили вот видите можно получать до сиден за грант и мы себе тоже так сказали с удивлением с некоторым и мы делали его не только москве и то странное консультирование есть не только москве она по результатам проекта сейчас восьми регионов включая москву и когда как узнают другие онкологические центры вы с ними сами связывайтесь а вот для этого проекта да а те онкологические центры где уже идет равное консультирование они не делятся этим опытом с другими это тоже важно но смотрите у нас есть несколько путей мы участвовали в июне на конференции белой ночи в питере на где собираются практически все онкологическое сообщество и там делали доклад по равному консультированию то есть мы стараемся выходить на те площадки где собираются врачи где собираются главные врачи чтобы рассказать и я наверное могу может быть проанонсировать тоже сейчас на нашу слышат и будет это интересно мы заплани уже как бы мы знаем что в марте месяце 23 24 марта в санкт-петербурге будет конференция которая организовывает центра как же они называются центр медицины современных медицинских технологий имени пирогова где доктор павленко многим известный руководит медицинской до часть медицинской работы будет конференция который второй день 24 марта будет полностью посвящен равному консультированию и приедут люди из разных регионов где уже равное консультирование работает и врачи и равные консультанты и мы как раз планируем этот день как подробный разговор про равное консультирование не как лекции не как доклады а как дискуссия модерируемая дискуссия чтобы те врачи у которых есть какие-то страхи там предубеждения но не знаю какая-то критика какие-то те кто видит риски могли бы высказать да свои там соображения мы могли бы это обсудить и понять как эти риски можно минимизировать потому что конечно риски есть на самом деле но мы называем это скорее не рисками опасениями и понятно что любое новое вызывает некие опасения даже в любом случае есть статистика и и мы начинали этот проект с того что мы с медицинскими специалистами из регионов с которыми мы начинали мы собрались на установочную встречу москве и мы начали с того что мы проговорили эти опасения вслух мы просто сели и проговорили их разобрались с каждым сами наметили как бы вот этой большой большой командой проекта пути решения и по большому счету ну около там 93 95 процентов этих опасений которые возникают у медицинских специалистов онкопсихологов которые работают там административных сотрудников онкодиспансеров они снимаются программой разработана как бы программой обучения равных консультантов потому что какие-то опасения что придут непрофессионалы что будут говорить непроверенную информацию что вот об опасениях обязательно нужно говорить и мы каждый но работу с каждым новым регионом сейчас это будет питер мы наконец-то начинаем питере равное консультирование мы начинаем с того что мы с врачами садимся и честно обсуждаем эти опасения потому что для того чтобы равные консультанты ведь становится частью команды онкодиспансера частью выздоровления мне хочется почему-то сказать именно это частью выздоровления каждого онкопациента да это их посильный вклад в здоровье человека да так ну хорошо вообще это такая животрепещущая на мой взгляд тема что они можно разговаривать разговаривать и очень много еще моментов которые можно было бы осветить затронуть вот я думаю что это не единственный с вами выпуск не единственный выпуск потому что я понимаю что назревают еще вопросы и мне кажется наших зрителей в процессе просмотра наверняка появятся к вам вопросы может быть мы повторим может быть мы дополним потому что тема интересная нужная полезная ну в рамках государства она даже важна вот завершая нашу программу это традиционно чтобы вы хотели пожелать нашим зрителям наши зрители этой могут быть и онкопациенты и люди которые столкнулись с родственниками знакомыми близкими может быть просто абсолютно здоровые люди но есть например он коносторожность есть такое понятие вот поэтому мне хочется просто от каждого из вас чтобы послушать пожелания вот вот послать пожелания нашим зрителям ну что конечно хочется даже не просто пожелать а призывать до женщин которые сейчас нас смотрят ответственно относиться к своему здоровью тем более что те онкологические заболевания которых мы сегодня говорили например рак молочной железы хорошо диагностироваться их можно по рак молочной железы можно выявить на ранней очень ранней стадии для этого нужно проходить скрининговые обследования профилактические и понимать в каком возрасте их нужно проходить и делать это делать это по собственной инициативе сейчас к сожалению никто вас за руку не возьмёт и не приведет на обследование это наша ответственность думать о своем здоровье в эта история ну который хочет сказать для всех женщин для тех кто уже живет имеет опыт жизни с онкологическим диагнозом и конечно приглашаем к нам для тех кому нужна поддержка кому нужна социализация кто хочет просто потанцевать поплавать и так далее приходите для тех кто хочет помогать тоже мы будем очень рады видеть на наших тренингах это не только равное консультирование мы учим в том числе как организовать группу взаимопомощи это более простая такая форма но такие тренинги у нас тоже есть так что мы открыты сайт женское здоровье рф и instagram facebook наши социальные сети заходите я на самом деле мы как бы присоединяюсь коллеги в этом призыве и я бы еще на самом деле призвала говорить об этом говорить об этом вслух говорить об этом с членами с членами семьи потому что очень часто мы встречаем ситуациями когда молодые девушки не знают историю заболевания в своей семье и узнают ее уже получив свой диагноз хотя могли бы составить свою личную программу профилактики обследоваться и так и выявить гораздо раньше быть нас на страже да об этом нужно говорить об этом нужно говорить со своими дочерьми об этом нужно говорить с подругами и вообще каждая женщина которая имеет опыт жизни с диагнозом она обладает просто уникальным знанием на самом деле и чем больше людей с которыми она об этом говорить потому что никого как ее слушать не будут то есть врачи могут прочитать лекцию сколько из нее свойца неизвестно а вот когда человек с опытом говорит о том как он проходил этот путь как это важно как важно врачительно относиться к своему здоровью беречь его это конечно просто такой уникальный способ работы вот с каждой женщиной уже я присоединяюсь конечно все что все сказали и катя да и катя и татьяна женщины любите себя и проходите обследование когда положено да и обследование и любовь да ну что ж а я хочу поделиться вот тоже совершенно недавней историей у нас вышел выпуск с любовью глазковой просто хочу ну подчеркнуть как это важно людей призывать к диагностике и тут же я увидела пост есть группа в соцсетях рак излечим в фейсбуке я увидела пост от одной женщины которая не болеет раком но она посмотрев нашу программу проезжая мимо диагностического центра заехала искал хочу пройти обследование на что врачи задали вопрос а что у вас какие-то проблемы на нет я просто хочу и для врачей было так удивительно потому что они привыкли видеть людей у которых уже все случилось с другой стороны вот опять же она с какими мыслями живет у нее все в порядке да вот это вот настороженность она есть но она живет с мыслями что у него все в порядке да и также порекомендовал и являетесь примером опять же для своих про подруг те что-то там думают себя в голове есть нет страшно пойти она уже живет легко спала свободно и со светлыми мыслями я тоже наверное да не наверное а точно я присоединяюсь к тому что надо диагностироваться обязательно хотя бы раз в год найдите время а я бы это наверно делала раз в полгода потому что уж очень агрессивная среда в которой мы живем согласитесь и это сейчас прям довольно частые случаи поэтому будем беречь себя будем готовить новые программы и планы на жизнь стараться как можно больше рассказывать вот а и об этом проекте еще раз наверное поговорим и не один раз очень достойный проект женское здоровье вот и самое главное вам надо просто следить за собой за своим здоровьем и подписаться обязательно на youtube канале фильматограф youtube канал фильматограф чтобы не упускать возможность узнать о полезной информации которую мы будем готовить для вас спасибо большое что были с нами спасибо большое что приехали спасибо и что пригласили вклад просто мне кажется ну вот невозможно оценить настолько он огромен ваш который вы делаете и вот сейчас вот эту вот информацию которую мы постарались донести до наших зрителей это очень больше нас мы вам очень спасибо вам огромное я то у вас под дверьми уже это точно спасибо спасибо